Девушки отдыхают На данный момент ты мне ничего не должен Хозяин продуктового магазина сначала давал односельчанам продукты в долг А потом придумал интересную схему заключения договора в купле-продаже с рассрочкой платежа Теперь все жители в пожизненной долговой кабале Законно ли это, решит суд Я пытаюсь доказать, что вы меня задерживаете Я задерживаю Кошкину, Мышкину, не знаю, кого угодно Меня, пожалуйста, отпустите, у меня самолет улетает Женщина собиралась отдохнуть в Турции Но не смогла улететь из-за имеющихся долгов Теперь она пытается вернуть деньги за испорченный отпуск со страховой компанией Так как уверена, что стала жертвой ошибки Я понял, почему она требует компенсацию вреда за ног, а моральный вред не требует Потому что у тебя никакой морали нет, Светочка Жена испугалась, что за закрытой дверью умирает муж и вызвала МЧС А там оказалась соседка с другом, и они точно не умирали Кто теперь оплатит вызов экстренных служб и сломанную дверь? Узнаем в суде Истец, директор магазина, обратился с требованием взыскать с ответчика долг и пенни По договору купли-продажи с рассрочкой платежа Ответчик с иском не согласен Утверждает, что давно отработал свой долг Иск о взыскании долга в размере 2230 рублей А также пенни в размере 16056 рублей По договору купли-продажи с рассрочкой платежа Все верно? Совершенно правильно Давайте разбираться, что у нас был по договору с рассрочкой платежа И почему такие суммы Ваша честь, я директор сельского магазина У нас небогатые односельчане и есть такая практика продажи продуктов долг Человека есть журнал, там есть его страница Когда он берет товар, он ставит свою подпись Взял на столько-то, когда возвращает Соответственно, деньги за взятый товар Мы его вычеркиваем Но очень часто мои односельчане и люди, которых я, так сказать, обслуживаю Они забывают об этом Или не хотят платить, или не могут, я уж не знаю Мне это надоело, потому что это требовало огромного количества нервов Постоянно им напоминать об этом И я вел такую практику где-то два года назад Что теперь они заключают со мной договор О рассрочке платежа То есть они берут товар и должны в течение месяца Там я ввел 30% пени, да Они должны вернуть не только сумму, на которую взяли Но 30%, если сразу не могут оплатить 30% в месяц А налоговый инспектор к вам не приезжал еще? Вы знаете, приезжал Вот поэтому у меня возникли огромное количество проблем Интересовался вот этими договорами вашими? Интересовался, поэтому я ввел этот договор Чтобы у меня были легальные документы Позволяющие мне хоть как-то Простите, бода со стороны инспекции Подвечек Ответчик, вас послушаем тоже Так вот, смысл в следующем Человек два года этим не занимался Естественно, через месяц ничего не вернул Ну, соответственно, набежали пени Давайте посмотрим 30% в месяц Ссылку 2000, это примерно 700 рублей Каждый человек в состоянии Ну, давайте, расчет и устав И за 24 месяца набежал Договор, расчет, устав, пожалуйста Пожалуйста, ответчик Договор заключали Ваша честь Я не могу согласиться с этим иском Вот почему Почему? Потому что я два года назад ИСЦУ отработал полностью И у меня есть его слово, что я отработал А тут у меня такая ситуация получилась Ко мне приехали родственники жены Там на годовщину Она умерла В общем-то, справа И у меня не хватило денег просто Я пошел к продавщице Она сказала так Я не против Я дала продукты и так далее Но, говорит, вот мне хозяин Помимо вот этого журнала Долгового Хозяин ей сказал Приказал даже Что, значит Надо еще расписываться В каком-то договоре Который фактически Как-то и неизвестен никому был Как-то он так был заведен Ну, я, так как у меня ситуация такая была Что я в заложниках Как бы у этой ситуации Оказался Ну, подписали договор-то Подписал Подписал Товар взяли? Товар взяли На сумму 2230 рублей? Ну, да Заключили Подписали договор О продаже товара в кредит? Подписал Так Ну, потом Когда, значит Я хотел отдать в течение месяца Ну, у меня не хватило как-то отдать Пошел к нему Говорю, так и так Вот, ну Не получается Сейчас у меня отдать Он говорит Ну, тогда вот такая штука Перетаскаешь мне Три машины дров И отработаешь Типа это дело Ну, вот и я Как бы Истец Три машины дров Три самосвала То есть вы считаете Что разгрузив дрова Да Истцу Да Вы отдали этим свой долг По заключенному вами договору Ваша честь Помимо этого-то Он мне вынес вот эту вот Книгу свою долговую Ну Не договор этот вот О котором сейчас речь-то идет А долговую книгу В которой у нас все расписываются Вырвал листок Вот у меня даже листок сохранился Ваша честь И сказал Что я ему после того Как машину вот эту разгрузил Вернее машину Перетаскал дрова Я ему ничего не должен Он с вас сейчас долг требует Не по книге долговой А по договору А вот в том-то все и дело Что по договору И у вас договор А договор этот всплыл Через два года И договор у вас заключен С магазином Как с юридическим лицом С обществом С ограниченной ответственностью А дрова вы разгружали Лично истцу Правильно? Как физическому лицу Это я просто вопрос Вам сейчас задаю Все верно? У вас договор Когда вы подписали Вам ваш экземпляр договора Отдали Но мне как-то Никто не объяснил Что это как-то юридическое лицо Вы экземпляр-то свой забрали Ну забрали экземпляр свой В магазине Никто мне этого экземпляра Даже не показывал И договор этот не показывал То есть вы подписали У меня подавщица обязана Так с ними Никто мне ничего не показал У нас сейчас вся деревня Как бы попала Под этот договор Это что получается? Мы значит у него все в руках Значит подспудно Да? Все как бы у нас за душу держат И в любой момент Может нас Проценты взять Так у вас свидетель заявлен Да? Свидетель Ну есть у меня свидетель Который видел Как я отрабатывал это дело И вот пожалуйста Вот этот вот листочек Который мне отдал Потом из долгового журнала К ответчику Вот этого приятеля Добрый день Здравствуйте Ваша честь Я Мальцев Григорий Геннадьевич Вы тоже житель деревни? Да Ваша честь Я хочу рассказать все Как это было С самого начала При мне Это все Вот это все было при мне Вот этот договор заключался при вас Нет Как он отрабатывал эти деньги А как отрабатывал Пожалуйста Я в совхозе у нас Шофером работаю На бортовом Газике И по осени У нас же деревня Это не газифицировано И люди просят мне Привезти дрова Ну вот Максим Тоже Значит Как-то подходит ко мне Говорит Мне бы три машины Дров привезти Ну привезти Значит привезти Я значит ему привез Первую машину И я говорю Куда ее деть-то? А он говорит Да вот тут Говорит Вывали перед воротами Вот Ну и я ему говорю Я говорю Максим Ты уже Осень Скоро дожди пойдут Надо вот их Перетаскать Он мне говорит То что Ты об этом не волнуйся У меня есть должник И он мне все Перетаскает Ну перетаскает И перетаскает Ну на следующий день Я вторую машину Привожу Смотрю Смотрю Кто таскает-то? Андреич таскает Вы посмотрите на него Три машины я привез Так ответчик утверждает Что там должников Полудеревни Вот Слушайте Я не знаю про остальных Я вот про него говорю Про него Можно сказать Короче Сейчас свидетель закончат Потом дополнится Третью машину-то вывалил Когда А там гора Здоровенная Ну видите Он пожилой человек Старый человек Больной Ну мне так Его жалко Мы с детства Друг друга знаем У нас в деревне Все друг другу Стараются помочь Ну я машину В сторонку поставил Думаю я помогу Своему Односельчанину Знакомому другу Я ему помог Но когда мы Все это перетащили Все третью машину Устали Конечно Сильно устали Но этот выходит Боров Брюх свое почесал Книжка у него Вот тут вот И он значит Подходит к Андреевичу И говорит Вот его слова истинные Андреевич Вот ты мне долг отработал На данный момент Ты мне ничего не должен И значит Вырвал этот листок И вот отдал его Андреевичу Это вот При мне было Он ему что предъявил И вот этот договор Нет Не договор А долговой листок Договор Это вообще как бы Вы сумму В этом долговом листке Видели Да Да Вот я и говорю Что Знаете как Получается что В книжке долг Да И в договорном Этой вот Напечатанной бумажке Обязан отдать За одну и ту же сумму Два документа Вот основной документ Где продавщиц Пишет Что человек Основным документом Является договор А не то что продавщица Пишет Как вы не можете это понять Так подожди что продавщица Пишет Свидетель Ответь документом Ваш честь Можешь сказать Светлите же деньги В два раза Свидетель Слово скажу Где тут вот Та бумажка Ну вот эта бумажка Вот я ее сохранил Это страница Из долговой книги Передайте пожалуйста Ваша честь Дело то вот в чем Как я должен определить Что это именно тот же долг Который прописан В этом договоре Вы же периодически Приходили В магазин Почему периодически Которым руководит Истец И брали там в кредит Периодически то приходят Все на большую сумму брать Мы рассчитывались А тут другая история Тут вообще не в этом дело А просто дело вот в чем Мы как то значит С мужиками Выпивали Сам расскажи Ну подожди Выпивали Ну вот я перебрал там немножко И отошел там в травке Лег да Он расталкивает меня Уже все разошлись Как бы мы поговорили там Ну нужно было пообщаться Ну так ну выпиваем Выпиваю я например Иногда Вот он растолкал меня И говорит Кто-то вот тут скамейку разломал Ловко Да не кто-то Возле магазина И говорит Это ты типа разломал Я говорю Я не трогал твою скамейку И вообще к ней не прикасался Хорошо Говорит Ладно Давай заплати за это дело Я говорю А почему я должен платить-то Я отказался платить Причем здесь скамейка-то Я не пойму Так вот В том-то и дело Что скамейка Вот эта вот вся Как я не знаю Как порог какой-то Об который все споткнулось И он говорит Я вас деревенских алкашей Вообще всех Вот которые у меня тут Как бы ходят Да и продукты Вот эти берут И так далее Я вас всех мол Я вас подведу Я вас всех подведу Ну и вот И вот возник Вот этот договор Вы считаете Что вот эта история Со скамейкой Стала началом практики Которую ввел Истец Заключение договоров На продажу товаров В кредит Как это все и дело Суд Удаляется Для принятия решения Прошу всех Страховая компания Компенсировать Испорченный отдых Если договор С туристом Был заключен На одну фамилию А постановление Согласно которому Клиента не выпустили За границу Выписано На другую Узнаем В суде Я понял Почему она требует Компенсацию Вреда здоровью А моральный вред Не требует Потому что У тебя никакой морали Нет, Светочка Когда любимая жена Регулярно забывает Про супружеский долг При этом жалуется На усталость Огород И головную боль Супругу остается Только одно Искать подругу По соседству Но здесь главное Соблюдать конспирацию Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Заслушав показания свидетеля Оценив все представленные сторонами доказательства Решил Исковые требования Удовлетворить частично Взыскать соответчиков Пользуясь со стоимость товара Приобретенного в кредит В размере 2230 рублей Также взыскать соответчиков В пользу ИСЦА Проценты на сумму долга В размере 388 рублей 58 копеек При этом суд считает Что заявленные проценты Несоразмерны последствиям Нарушенного ответчиком Обязательства Поэтому суд На основании части 6 Статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации Уменьшает заявленную сумму И взыскивает соответчиков В пользу ИСЦА Проценты из расчета Ключевой ставки Банка России Действующей в соответствующие периоды Сумма данных процентов По расчету суда Составила 388 рублей 58 копеек Данные требования Суд удовлетворяет Решение суда Понятно сторонам? Да, понятно Дело закрыто Человек, который берет что-нибудь в долг Должен прежде всего Помнить о своей ответственности Что бы это ни было Товары или услуги Помнить нужно самое главное Если ты взял что-нибудь в долг Обязательно должен заплатить Да заплачу я ему эти две тысячи Пускай он поддавится Пускай они у него Колом в горле Не во мне дело А дело в том Что он обирает людей Вот в чем дело Под видом какого-то закона Внимание Налоговая следит за каждым вашим шагом Она обслуживала их на дому То есть ни за что не платит Ни налоги, ничего Банки блокируют ваши карты Эти три миллиона я не видела Ни одной копейки Что бы мне сейчас сдохнуть? Все хотят отнять ваши деньги Банки, верни меня за машину Не подходи ко мне! Смотрите, зал суда Битва за деньги Чтобы не стать нищим 280% годовой 280% годовой У вас не треснет ничего, нет? Выплачивать ничего не буду тебе Понял? Вот! Истец требует взыскать страховую премию За сорванный отпуск Ответчик-представитель страховой компании Иск не признает Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Мальцевой Анжелы Станиславовны К страховой компании Давайте по порядку Я заключила Купила, соответственно, путевку Заключила договор страхования Он был расширенный Отдельным пунктом проходил то, что Я застрахована от того, что Меня задержат на границе, если вдруг Обнаружат за мной какие-то задолженности Это проходило отдельным пунктом И отдельно я за него еще переплачивала Я не поняла, зачем мне этот пункт нужен Потому что у меня даже справка имеется Об отсутствии задолженности Но менеджер мне настойчиво уговорила Оформить и этот пункт за отдельную плату Я, соответственно, переплатила Так, хорошо, переплатили Дальше Все, я купила путевку Все, я довольна и приехала Соответственно, в аэропорт И вдруг неожиданно меня задерживают пограничники И сообщают мне совершенно непонятно По какой причине, что вылет мне запрещен Показывает мне уведомление судебных приставов В коем причина не была указана Обнаружилось, что у них в своей какой-то базе данных Есть некое постановление суда А долги в 70 тысяч рублей Но на имя Кошкиной Анжелы Станиславной Я извините, я не Кошкина Да, вы мыльцы Я пытаюсь доказать Нет, а чего вы меня-то задерживаете И задерживаете себе Кошкину, Мышкину Я не знаю, кого угодно Меня, пожалуйста, отпустите У меня самолет улетает Так мне начинают доказывать Что я и есть та самая Кошкина Я вообще ничего не поняла В общем, меня развернули под белой ручкой И никуда я, соответственно, не улетела Я пошла в наше отделение судебных приставов Мне сказали, что за мной никаких задолженностей нет В очередной раз мне подтвердили И сказали, что это было самоуправство Пограничники занялись каким-то вообще самодеятельностью Потом я пришла в турфирму Меня отправили корректно в страховую В страховую компанию А там мне отказываются выплачивать Хорошо, ваша позиция суду понятна Пожалуйста, ответь Доверенность на доверенность, пожалуйста, через приставы Дело в том, что Анжела Станиславовна Сейчас вводит суд в заблуждение Здрасте Вот Кошкина Анжела Станиславовна И Мальцева Анжела Станиславовна Это один и тот же человек Я Мальцева по документам Анжела Станиславовна? Вот Мальцева, вот мои документы Только дело в том, что у Кошкиной Анжелы Станиславовны До того, как она обратилась в туристическую компанию За покупкой этого тура Была фамилия Кошкина У нее был долг по ЖКХ большой В размере 70 тысяч Вы утверждаете, что истец просто имел место перемен фамилии, да? Да После развода с мужем она взяла девичью фамилию Мы все это проводили проверку И все это выяснили В итоге управляющая компания Собрала документы Предъявила ей, естественно, иск Ну ладно, я же все оплатила Оплатила я все Ну какая разница? Что я никому не должна? Дело не в этом Как это? Вы признаете, что фамилию меняли? Ну да, я развела То есть, Кошкина, это вы Была Ну это же не имеет значения, я же все выплатила Нет, это имеет значение Как это не имеет? Я все выплатила, вот у меня аквитация Давайте суд сейчас разберется, что имеет значение, что нет Пожалуйста, отвечи, продолжайте Дело в том, что документы, которые подала управляющая компания Кошкина закрыла долг в тот же день, когда ей его предъявили Но управляющая компания уже подготовила документы Обратилась в суд И было вынесено судебное решение И Кошкина Мальцева оплатила Она не пришла в это судебное заседение Хотя, в принципе, знала о том, что оно будет назначено Ну я же оплатила Понятно, только суд об этом не знал Подождите, истец, вы оплатили свой долг Когда узнали, что иск предъявлен Я все оплатила А в судебные заседания по рассмотрению данного спора вы являлись? Нет Не являлись А в суду вы вообще сообщили о том, что долг уже погашен? Да нет, я же все оплатила Что это должна кому-то что-то сообщить? Управляющая компания тоже не явилась в суд Было дело рассмотрено вообще без учащников В отсутствии сторон И поэтому было вынесено решение о взыскании долга Соответственно, обжаловано оно никем не было Конечно Законную силу Конечно На основании него был выдан исполнительный лист Возможно исполнительное производство И судебные приставы, естественно, предъявили это За должность и не выпустили ее за границу Интересно Интересно Истец И судебным приставам вы тоже не сообщали, что долг уже погашен А почему я должна сообщать? Мне деньги пришли, я была на счеты Потому что в отношении вас был заявлен ист Нет, ваша честь Дело в том, что было сообщено о том, что долг был погашен И в принципе это все было улажено в тот же день Никаких денег мы выплачем не будем Вы считаете, что это был не страховой случай? Мы считаем, что да У нас договор подписан с Мальцевой Страховой случай был к Мальцевым А по постановлению о задолженности там Кошкина Кошкина к нам никакого... Но не выпустили-то Мальцева? Не выпустили-то Мальцева? Не выпустили Мальцева Но она, может быть, гуляла в дютифрике По какой причине ее не выпустили? Потому что такая мера была применена к Душевскому Мера была применена к Кошкиной Я смотрю только те документы, которые у нас юридически оформлены И вот по юридическим документам у нас Кошкиной нет То есть вы считаете, что вот поскольку пункт гласил Не связан с нарушениями действующего законодательства Да Вы отказали в выплате, поскольку считаете, что Истец нарушил все-таки действующее законодательство Самостоятельно, да? Я думаю, что да Что ее вина в этом имеется Конечно Поэтому отказали ей выплатить Конечно Хорошо Так, есть что-то еще у сторон добавить? Ты что тут добавить? Испортили мне жизнь, сломали? Суд удаляется до принятия решения Мы ничего не... Далее в программе Я понял, почему она требует компенсацию вреда здоровью А моральный вред не требует Потому что у тебя никакой морали нет, Светочка Жена испугалась, что за закрытой дверью умирает муж И вызвала МЧС А там оказалась соседка с другом И они точно не умирали Кто теперь оплатит вызов экстренных служб И сломанную дверь? Узнаем в суде Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Оценив все представленные сторонами доказательства Решил В иске о взыскании страховой выплаты отказать Суд не удовлетворяет исковые требования Поскольку истица действительно является выгодоприобретателем По договору страхования в пользу третьего лица Заключенного между страховой компанией и турагентством Которым застрахован риск от невыезда с территории Российской Федерации Но не связанный с нарушением действующего законодательства Судом установлено, что выезд истица из Российской Федерации Был запрещен на основании постановления судебного пристава исполнителя В связи с неисполнением ею вступившего законную силу решения суда По которому истица являлась должником Судебный пристав исполнитель действовал в соответствии с законом Ранее в отношении истицы было вынесено судебное решение О взыскании с нее задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг Узнав об обращении управляющей компанией в суд с иском Истица в судебное заседание не явилась Суду о причинах неявки не сообщила Чем нарушила статью 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Не дожидаясь решения суда Добровольно погасила долг перед истцом Однако суду о факте погашения задолженности не сообщила А также не сообщила о перемене фамилии Нарушение истиции требований закона повлекло вынесение судом решения По уже исполненному истиции обязательству Далее началась стадия исполнения решения суда Что и повлекло описанное истцом обстоятельства При вынесении решения суд учел Также то обстоятельство, что истица, проверяя себя в базе данных лиц Выезд которых из Российской Федерации запрещен Интересовалась собой только под новой фамилией Перемена лицом фамилии не освобождает гражданина От гражданско-правовых обязанностей Которые имелись у лица до перемены фамилии На основании чего в удовлетворении вашего иска отказано Решение странам понятно? Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Я вообще не понимаю, как можно судить о человеке по каким-то бумажкам Из-за этой бумажной волокиты я осталась и без отдыха, и без денег А самое обидное – без мужа Вынесенные решения судом по делу Мальцевой обоснованы и законно Наверное, нужно людям больше изучать документы, когда они их подписывают И самое главное – исполнять судебные решения ИСЦИ требуют компенсации материального ущерба Ответчики заявляют встречный иск о компенсации вреда здоровью Пожалуйста, ИСЦИ Слушаем вас Мы с мужем хотим вернуть материальный ущерб в размере 185 тысяч Какой ущерб? О чем вы говорите? Ответчики За дверь Это за что? А по нашу, что ли, причине? Это, значит, 180 тысяч – это за вскрытую дверь Ты сама не вскрыла? Наташенька, не обращай внимания, рассказывай суду этих грубиянов, сейчас удалят Говори Значит, 180 тысяч за вскрытую дверь МЧС и МЧС, которые сделали свою работу Дело было так Я возвращалась с дачи домой Поднимаюсь В квартиру не могу войти Открываю ключом дверь Дверь не открывается Она закрыта С внутренней стороны на задвижку Которой мы уже не пользовались Тысяча лет Конечно, мы уже никогда не пользовались Я звоню в дверь Не открывается Стучу в дверь Не открывается Звоню на телефон на домашний Тишина Звоню на мобильный Тишина А накануне у мужа моего заболело сердце И поднялось давление Вот надо было бы дома сидеть за мужем Ответчик Вы за собой следите, пожалуйста Вы следи Вот И думаю, ну, с мужем, значит, что-то случилось У меня сердце за собой защемило Я давай МЧС вызывать, чтобы дверь вскрыли МЧС приезжает, скрывает дверь Я влетаю в квартиру Бегу в спальню А вот эта вот каза стоит Полоумна, полоумна А кто ты такая-то? Как тебя еще назвали? Если вы не будете соблюдать порядок в судебном заседании Я вас всех удалю и буду допрашивать по одному Продолжайте Я к ней У меня рука прям сама поднимается Вот видишь, Ваша честь, полоумна даже не могла сказать вещи Да я была на взводе Правильно сделала Правильно сделала Мужа нету, что я должна делать? Штраф тысяч рублей всем участникам процесса Я к ней говорю, где мой муж? Где мой муж? Где муж? Да, мужа-то нет, я ее вижу одну Так, и где муж? Я побежала в ванну Вбегаю в ванну Дверь выбиваю Влетаю в ванну А там не муж Там вот это вот существо стоит Ты сама-то существо На себя посмотри, полоумная ты женщина Ой, какой ты прям тут Где муж-то оказался? То есть вы нашли в своей квартире ответчиков? Да, я опять к ней подбегаю и говорю, где мой муж? Куда ты его делала? А она говорит, говорит, у меня, говорит, в квартире Ну я туда То есть ваш супруг находился в квартире ответчика? Да, это соседка наша Футбол смотрела, ничего такого Я туда, я туда, с шашкой на голову Влетаю туда, в квартиру Там-то нашли мужа? Он стоит, да Ручки развел и говорит Я говорю, Паша, как так произошло? Что наши чужие люди в нашей спальне Ваша честь, можно я расскажу? Ваша честь Я вам предоставлю слово, расскажете А он руками разводит А в руке штопор Я сам признаю Вот так получилось Так я, что я? Так получилось Я не знаю Они там всякими утехами занимаются Да я же не знал, что они будут утехами А вы теперь платите За что ты платите? За кто нас уже платит? За что? Потому что вы свою дверь сама, собственно, сломали Да помолчали бы уже, как вам не стыдно Он на тебе даже платье покрыт Истец Нам стыдно? Давайте супругу вашу выслушаем Да, уважаемый суд Вот моя супруга, она все правильно говорит Ты всегда здесь соглашаешься Как она, помолчи, пожалуйста Сколько можно уже перебивать? Отвечек, покиньте зал судебного заседания Вот правильно Покиньте зал судебного заседания Вот правильно, правильно Иди, давай Не мешай нам здесь Угу Поговорим Угрозы? Как все было? Я вам сейчас расскажу всю правду Приглев Значит, я пришел с работы Пришел с работы У меня была ночная смена Супруга на даче Ну, думаю, посмотрю футбол Спокойно отдохну Как говорится, никого не трогая Только включил телевизор Тут этот, которого удалили Женька, друг мой, Евгений Гирин Он ко мне зашел, говорит Давай, может, там попьем пиво Туда-сюда, футбол посмотрим Какое пиво? Мы вышли на личную площадку Ну, немножко перекурить Вышла Светлана, соседка Хорошая девушка Хочу вам, кстати, сказать Я вышел Я пошел к себе домой Взял штопор Выхожу на личную площадку Их нет Я зашел к Светлане Вот Ну, я так к ней Иногда заходил Вот До этого Я просто так примерно знал Как, где у них там кухня Давайте ближе к этому дню В общем, я принес им штопор А Женя, значит, со Светой Сидят на кухне Обнимаются там Вот Я хотел было уйти Говорю Давайте я пойду уже домой А мне Женька подмигает Говорит, оставайся Мол, оставайся Все нормально Все хорошо Вот Потом, значит, пиво закончилось Вот Начался футбол Они говорят Дай нам ключи от квартиры Мы сейчас возьмем там Уже не просто сумку Там его портмонет, кошелек Говорит, деньги возьму Пойдем пиво купим там Какое пиво у нас все было Так Света Ты не перед вами На мой вопрос ответьте Как вы оказались в квартире ответчика Как? Зашел Не беспокойся Я зашел Так Я зашел Штопор принести Все Вы пришли в квартиру ответчика А как ответчики Как ответчики оказались в вашей квартире Как они оказались? Я дал ключ Я же не знал, что они там устроят Это вот вертеп какой-то Превратят квартиру Извиняюсь за выражение Они у меня... Простите Они... Отвечаем на вопросы суда Да, извините С какой целью вы дали им ключ от своей квартиры? Взять личные вещи удаленного ответчика Евгения Гирина Который был мне трудом Они вдвоем пошли брать личные вещи Гирина? Но они потом собирались в магазин за пивом Пошли вдвоем Я как-то не придал этому значению Я... Несколько их не было? Ой, вы знаете... Как долго они свои личные вещи забирали? Их не было Их не было весь первый тайм Перерыв И начало второго Ну, получается... Чем же не начинался, интересно, в это время? Если я не ошибаюсь, это где-то минут сорок, да? Ну, сорок пять минут первый тайм длится Там еще дополнительное время Судья останавливал игру Штрафной был Потом пенальти пробивали Перерыв Ты расскажи правду Получается почти полтора часа, наверное, да Ответчик Да То есть ответчики находились в вашей квартире В это время вы смотрели футбол В квартире ответчиков Да, Света же она... Нам соседка почти как роз Ваша супруга Утверждает, что... У вас вообще далеко квартира находится? Да на одной личной площадке На одной личной площадке Да, да, да Значит, ваша супруга стучала в дверь Звонила вам на мобильный телефон У вас где был телефон? Телефон в моей квартире остался Я же у соседки был У Светочки сидел То есть вы не заметили То, что у вас супруга пытается попасть в вашу квартиру То МЧС скрывает вашу дверь Вы не слышали Ваша честь, вы знаете, я был так увлечен футболом Вы же понимаете Это такая интересная игра Я просто... Да я просто... Каким футболом? Футболом! Футболом! Футбол очень интересная игра Да, да Сейчас я расскажу Ваша честь, у них музыка там играла Я вошла Там вообще... Я не знаю, что... Да, да На мой вопрос отвечаю Вы не слышали, как МЧС скрывает дверь? Нет, нет, не слышно Вы утверждаете, что ваша дверь стоит 185 тысяч рублей? Да, да 180, да? 5 тысяч рублей? И 5 тысяч рублей? Я представляю, какая дверь может быть стоить 180 тысяч рублей Такая серьезная, наверное, железная дверь, да? То есть вы не слышали, как МЧС скрывает вашу дверь? Ну, нет Сколько по времени МЧС свою работу выполнял? Ну, быстро они... Ребята молодцы Ну, сколько? Ну, они, я не знаю, минут так за 15, может быть, и больше То есть в течение 15 минут скрывали вашу дверь? Состояние, мне кажется, вообще, я не мгновенно это открыла Я сейчас не вас спрашиваю Я не знаю, сколько... Не, не про ваше состояние сейчас спрашиваю Я спрашиваю про время Ну, мне показалось, вообще минут за 15, за 10 Вы не слышали? Ваша честь, я, правда говорю, не слышал То, что 10-15 минут дверь скрывали Я подтверждаю слова своей супруги Она мне сама об этом рассказала Ваши позиции в суду понятны Пригласите, пожалуйста, ответчика Гирина в судебное заседание Ответчик, войдите Все, вы врете Никуда не в футбол Сейчас узнаешь, что там было Фифочка Она не врет Ответчик, вы не признаете Заявляете встречный иск Компенсация вреда здоровью То есть исты причинили вам вред здоровью Да, вот наглядно все видно Какие нехорошие одноклассники Еще, вообще, я смогу сказать кое-что Смотрите Мы по-человечески хотели к ним отнестись Мы забрали заявление Подали тогда заявление на побои Мы забрали В причине здоровья Думали, ну, может, как-то решили То есть Прекратить бубнить Мы не хотим Как говорится Теперь они нам будут платить за вред здоровья, а не мы За ее же проделки Должны мы платить Ваша честь Но это как-то несправедливо Давайте ближе к обстоятельствам Находились в квартире истца? Да, но находились Я был не один Я был со Светланой Вот И когда мы пришли Прекратите бубнить На самом деле На самом интересном месте Слышу звук Как бы кто-то Мы побоялись Как бы выйти Вы перепугались Очень сильно перепугались Вы что там Мы сначала Я расскажу правду Чего ты начинаешь-то здесь Вот Мы вот испугались очень сильно Думали Ну, сейчас это На лестницу площадки Неужели ты не слышал Она орала дуром Я думаю Ну, хоть, может быть, отойдет на пять минут Я скучала и кричала Стороны Вы Меня простите, пожалуйста Вы вообще зачем в суд пришли? За справедливость Да, мне Мне ощущение Чтобы получить наши деньги За дверь И за У меня ощущение Что вот вообще Я вам в этом вопросе не нужен Вы могли на своей лестничной площадке Весь этот вопрос решить Ваша честь Хотим законно Тогда стойте и молчите И дайте суду возможность разобраться Деньги-то нет По обстоятельствам дела Так, дело было так Мы сидели Как бы выпили Ну, решили пойти Со Светланой Я был там не один Вот И на самом интересном месте Слышим виск, писк Мы думали Ну, мы перепугались Потому что я узнал Как бы ее голос Потому что я Как бы друг Вот, Павла Вот, думал Сейчас он выйдет Объяснит ей Ну, испугались Я сразу забежал В ванну А тут А я одеваться Юбку искать Ваша честь Я при страсти Как бы порвал юбку Вот, и как ей выходить При хозяйке без юбки Мы не стали Поэтому открывать И тут я слышу Что забегает А почему нельзя было Открыть дверь-то? Ну, перепугались Ну, мы не указ Ваша честь Ее потом только говорит А потом с топором пошла Узнала, где муж Это ненормально же Это ненормальная женщина Да вы что? Реально ненормальная женщина И мы не обязаны Ваша честь Платить за ее же хулиганство Вообще Враньей А за побои Будьте, пожалуйста Добры оплатить За бред здоровья У меня есть справки Все, на больничный лист Давайте все документы Подтверждающие вред здоровью А вы документы Подтверждающие стоимость двери Светочка, тебе где-то в подворотне Извини за выражение Лицо начистили Да твоя жена мне дарила А ты теперь тут приходишь Ваша честь Ваша честь Можешь сейчас Твоя жена мне дарила Квох волос выиграла Голова от вас болит уже Вы тут все молодцы Простите, пожалуйста Может быть это в порыве страсти Тебя твой любимый Когда юбку рвал Тебе еще и Волосы Павел, Павел, Павел А знаешь, почему мы ушли? Почему вы ушли? А потому что мы вас оставили Наедине с кем? Угадай С футболом Да и что ты говоришь С футболом? Ну что ты, а? Глянь, как покраснел Господи, еще и Вика какая-то была Да, было так, что мы собрались Моя подруга Вика Посидите у меня Ну да, конец обоих недели Выбить вино Не отмазать Не отмазать Не вовнеть Ваша честь, не какая Вика Ну что? Тут вспоминаешь, что штопора у меня нет А в красной личной соплощатке Мы встретили соседа Павла с Женей Мы просили у них штопор Они, конечно, нам дали его Все Мы, значит, сели с Викой за стол Сходили за штопором Называется, да? Да Вот, сидим, открываем вино Звонок в дверь Ребята к нам Девчат не хватает женской компании У них виски, все, как бы, нормально Ну ладно, давайте посидим все вместе Почему бы не составить компанию друг к другу Значит, сидим, пьем, выпиваем, общаемся Тут, конечно, там у Паши с Викой все хорошо Мы с Женей общаемся И подумали, ну, надо же уединиться Ставить Пашу с Викой Ну и нам хотелось бы быть вместе Попросили у Паши ключи Он, конечно, ждал Без разрешения Я бы ни ногой в чужую квартиру Даже с учетом того, что Это мои соседи Все как бы чужое, да Он сам дал ключи Говорит, да, да, все, идите, идите В итоге нас там еще и выгнал Из моей же квартиры Дверь что нет? Ну, конечно же там уйдет Ну, почему дверь не открыли? Дверь почему не открыли? Да и юбку он мне порвал Я не знала, что мне делать За что их отхватиться? За что браться? Ну, что у нас без юбки дверь, что ли, открыть нельзя? Ну, перепугались За щелочку Там люди чужие Щелкнуть У вас честь Я ж не могла голой выйти Слушай, чужие Собственница квартиры Что у чужие люди-то? Собственница квартиры Это вы там чужие были в этой квартире? Сначала, когда она стучалась Я думала, да, мы просто перепугались Перепугались А когда МТС уже были Там просто, я не знаю, уже не знали, куда спрятаться Что в ванную Я думала, там под кроватью Просто не знала, что делать Вот это ненормально И как прятаться Правильно? Собственную дверь ломать Ну, это ненормально Я вообще не могу Открываться, потому что Суд вышел, сошел позицию сторон Попытался, по крайней мере, выслушать Есть еще что-то добавить по существу? Да Вы просите удовлетворить Есть, Ваша честь Вот я понял, почему она требует компенсацию вреда А моральный вред не требует Потому что у тебя никакой морали нет, Светочка, так себя вести У меня вреда нет Удаляется за принятие решения Хорошо всех встать В этом суде Судебное заседание объявляется открытым Все хотят денег Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить Здесь каждый считает себя правым Заставляли, показывали, как надо эти доллары класть сюда за резинку трусов Версавцы! Но побеждает только один Ваши межвеческие отношения меня интересуют Меня интересует, кто причинил материальный ущерб Проверьте себя Отгадайте, на чьей стороне закон Он вор и мошенник Да ну а ты полицейский судья Смотрите Зал суда Битва за деньги Он вам заплатил больше 200 тысяч за эти годы И ни копейки не получил С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале Закон суровый Но это закон Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела Заслушав эмоциональное объяснение сторон Установив все обстоятельства для разрешения настоящего спора Решил Первоначальные и встречные иски о возмещении вреда удовлетворить частично Признать за истцами по первоначальному иску Право на частичное возмещение вреда, причиненного их имуществу Признать за истицей по встречному иску Право на частичное возмещение вреда, причиненное ее здоровью Суд признает за истцами право на получение с ответчиков стоимости поврежденного имущества Потому что лицо, причинившее вред имуществу гражданина, обязано его возместить соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной ситуации поведение ответчиков, лишивших истицу доступа в ее квартиру, закрыв кодную дверь на задвижку, при этом не реагируя на звонки в дверь и не открывая истицы дверь в квартиру, явилось причиной вызова сотрудников МЧС и вскрытия двери. Поэтому истцы имеют право на возмещение стоимости, не подлежащей восстановлению входной двери и оплату услуг сотрудников МЧС. Суд признает за каждому из супругов право на частичное возмещение вреда, поскольку в соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации суд может уменьшить размеры возмещения вреда с учетом вины потерпевшего. Суд учел обстоятельства случившегося и поведение истца супруга, который не отвечал на телефонные звонки своей супруги, а также слыша шум на лестничной площадке, находясь в соседней квартире, не вышел и не объяснил супруге ситуацию. Суд признает за ответчицей право на возмещение вреда, причиненное повреждением здоровью, потому что лицо, причинившее гражданину увечья или иное повреждение здоровью, обязано его возместить. В данной ситуации истец со своими действиями причинила ответчица телесные повреждения, что ей не отрицается. Но и в данном случае суд учитывает, что поведение самой потерпевшей не способствовало случившемуся, а также принимает во внимание эмоциональное состояние истецы, оказавшейся в стрессовой ситуации. Суд признает за ответчицы право на частичное возмещение вреда здоровью. Суд признает размер ущерба обеих сторон в данном случае равным и производит зачет требований сторон и считает обязательства сторон перед друг другом исполненными. Никто никому ничего не должен. Всем спасибо. Дело закрыто. Основной и встречной иски удовлетворит частично. Это дело мы так не оставим с Павлом. Мы будем подавать на апелляцию. А с Викой мы еще поговорим, кто-то ковидит. Был у меня друг и нет у друга. На самом деле это несправедливо. Здоровье и железки – это не все одно и одно. Как теперь с ними общаться? На одной площадке живем. Бери все! На гроб копило! Все продается и покупается. Меня продали, как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно хочу денег! Еще бы! Моя любовь дорогого стоит! Тело. Ну может пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину или чтобы кто-то попробовал вашу? Мне принципиально установить истину. А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, Ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать низк на вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!